Бесплатно регистрировать своих домашних питомцев смогут алматинцы с 1 ноября. В этот день в городе запустят программу чипирования, которая рассчитана на 15 тысяч кошек и собак. Хозяевам животных необходимо в обязательном порядке пройти данную процедуру. Подробнее о процессе выясняла Аида Иманали. Бесплатное чипирование предоставит возможность владельцам домашних животных обеспечить их идентификационным номером. Маленький микрочип, внедренный под кожу питомца, будет содержать информацию о его владельце. Ну и, конечно же, о процедуре чипирования поведает нам ветврач. Расскажите, пожалуйста, подробнее о данной процедуре и что при этом чувствует животное. Получается, сначала нужно будет выбрать место, где будем ставить. Это у нас межлопаток, так как там очень мало нервных рецепторов. Соответственно, сначала будем обрабатывать, потом достаем чип, открываем упаковку. Получается, внутри находится микрочип. И ставим под кожу. А вообще, эта процедура проводится безболезненно. За 2-3 секунды можно осуществить. После чипирования ветеринар ведет данный питомца и владельца в единую базу учета Тангба. После чего на мобильный номер владельца поступит СМС-сообщение с кодом подтверждения. Как отмечают специалисты, все эти меры повысят ответственность хозяина за своего питомца. В том числе за самовыгул. И, как следствие, будет способствовать гуманному сокращению числа безнадзорных животных на улицах. На сегодняшний день мы выиграли тендер по чипированию домашних животных. Владельцу в обязательном порядке необходимо привезти с собой удостоверение личности, мобильный телефон, а также ветеринарный паспорт животного. При отсутствии ветеринарного паспорта можно будет завести его в ветеринарной клинике. Программу бесплатного чипирования домашних кошек и собак решили запустить снова из-за роста численности бродячих животных. Зарегистрировать своего питомца можно, подав заявку по указам номера. К слову, данная процедура предусмотрена лишь в 8 клиниках Алматы. В городе Алматы бесплатное чипирование производится с 2016 года. Ранее данная функция была в конкурентной среде, проводили частные компании. Последние два года данную работу проводила КГП, городская ветеринарная служба. На сегодняшний день, в 2023 году, данную функцию по рекомендации полномочных органов мы передали в конкурентную среду. Отметим, подобные чипы предусмотрены только для учета численности животных. В микрочипе нет датчика GPS. Программа бесплатного чипирования продлится с 1 ноября до 20 декабря этого года. За этот период можно будет зарегистрировать только 15 тысяч кошек и собак.